итак дамы и господа приветствую вас я на третьем матче сегодняшнего дня друг другу будут противостоять таких коллективы как норда винт и астериан про карта до старая была у нас уже пистолеточка и соответственно первый байраунд оба раунда выиграли игроки команды норда винт который играет в обороне и соответственно теперь экономический раунд от атаки экономический раунд от атаки можем наблюдать уже неплохие минуса происходят у нас от игроков команды норд и соответственно большинство реализуется третий раунд копилочку падает 3 0 на экранах у нас второй байраунд от команды астериан про посмотрим что они нам покажут в этом раунде в целом раунды были супер быстрые ибо норды хорошо поджимали наказывались их оппонентов за их неправильную позиционную игру и соответственно выигрывали для себя раунды эндри фраг уже присутствует делает его не но великолепно сыграно убило но робину но не страшно любом случае не страшно есть небо конечно меньшинство но в обороне и в 4 можно спокойно защищаться почему бы и нет занимаешь правильную позиционку все что тебе нужно на самом деле на карте до старом и уверенная приемка игроков который выходит под твой спрей в итоге мита залетает флешка и сам себя оступил игрок команды атаки благо произошел размен но размен немножко другой позиции отец готов встречать выход съемки так есть информация что к минимуму есть один игрок в итоге на префаре клэш выходит голову ставит уверенную по своему оппоненту и спокойненько открывает себя и своего коллектива в плен залетает конечно хаешка но смысловой нагрузки она нету нанесет и убивает кстати клавица не чек бы себе 2 в 3 будет ли ретейк нет принимается решение засейвить девайсы но наверное это и не самое плохое решение почему бы и нет дожидаются окончания взрыва остается пять секунд и соответственно первый раунд для игроков команды атаки защите у нас на следующий раунд то будет сг будет м к в принципе по деньгам у двух игроков которые уже умерли все неплохо рубина будут нас снабжать дропом то в принципе и произошло но харис и очень будет играть с фамосом и так по обороне у нас четыре кольта у ксг и фамос великолепно сам девайсы для обороны в виде как у ксг есть конечно стрелять с них умеешь потому что сейчас такое бывает что зажим не идет и у тебя в сне понятно что и непонятно куда летит есть выход есть уже entry произошли размены по кроме наимись информацию но предсмертный кивон удается таки сделать три в три ситуация плюс-минус еще информации присутствует помиду ибо там игрок пытался играть на поджиме но вы закрыть он кот и не смог три в три ситуации нужно обязательно идти делать ретейк сэйвить девайсы не имеет никакой смысловой нагрузки однозначно но и посмотрим верну с отличный минус хорошо было у него мало здоровья поэтому размена нас состоялся но теперь самое интересное подставиться здесь да есть выход ты в итоге не попадает и ставика и со второго выстрела не попадают здесь бог стал да что же происходит один единственный клэш сидит в нычке на поле таких вот это просто было сильно два ван тапа залетает ван шот ван даун как говорится и великолепная стрельба просто скалаша от клэша кто бы мог подумать что вообще этот раунд таким такой красотой может закончиться это же реально красота была прятался пацан думал ну все много было меня меня с двух сторон атакует но нет не тут то было просто встал голова раз голова два и соответственно легкий минуса три для временем остается два игрока в обороне закрывается еще один и один из интенски который попытается еще найти свои килл с юспа но удалось забрать один одного игрока в некст раунд благо это все закончилось для атаки и это 3-3 и в астерен про которые неплохо уже закомбетчились в эту игру паритет у нас по раундом наступает и это бай раунд с той другой стороны вот так и 5 калашей в обороне будет а в п фамос 2 когда и соответственно аук по армору в принципе все нормально по раскида тоже плюс-минус отлично и посмотрим во что это все выльется абернус уже спустился в яму и находит голову великолепную по упорнику длины отлично сыграно так и мы вынужден перетягиваться рубину под а плент в меду будет играть инске и круман находит свой минус на б судя по всему да в темке он нашел этот минус даже прострелом я бы сказал бы потому что не смог те время хаузерка находит свой дэмэдж а точнее свои свинцовые пули но отвечает своему обидчику в виде убийства в итоге минус 1 минус 2 до великолепная игра от этого не на что творит этот зверь что творит этот зверь просто какой дачный тайминг он нашел для себя закрыл бочину двух игроков и по факту принес этот четвертый раунд для своей командой и соответственно седьмой раунд на карте великолепно сыграно я уже думал все легкий раунд для нордов но не тут то было тут еще не на не сказал свое слово а сказал он его прям уверен дает информацию как минимум один игрок у нас будет под б лег смог простреливать не стал патроны и судя по всему решил сэкономить но с одной стороны это и разумно 4 3 и на удивление что на восьмом раунде у нас никаких проблем не происходит чему благодарны нашим админам красавчики молодцы отлично сыграно идет у нас неплохой такой размен по хп в итоге 4 хп остается у халзарка и блэки у нас с 8 хп выиграл эту дуэль но тем временем клэш удалось задамажить и бум блэки все умирает клэш также находят свою свинцовую пуля ой 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 так это попахивает по ходу взятым раундом но нет не находится в минус раз также идет бернарду с которой идет впереди планеты все и готов убивать уже опорника но в спину заходит рубин и не убивает не на я какая хорошая ситуация была для нордов он мог спокойно закрывать спину наш на шарте игрока и выходить просто на супер удобное обстоятельство на карте но нет но нет клэш спускается в нижнюю темку так а вот тут кстати может реализовать свой момент его реализует халзарк дает минус не на перетягивается под шорт откидываясь на кт моликом в итоге смог не на ему что будет рандом прострелы убьет нет убьет или не убьет пока непонятно принципе ситуация удобная и так раз два три ёлочка пошли бэл тэчдаун 1 бэл тэчдаун 2 не следует но уже свой минус находит рубиньо бернардус пытается запекать своего оппонента но диггл в деле скил на пределе и раунд норда берут раунд на дигглах это конечно сильно это во-первых обидно во вторых это конечно сильно было сыграно от нордов но должен был изначально закрывать на черте своего оппонента игрок с дигглом но увы не попал и на самом деле дали возможность благодаря этому муву поставить пачку но какая потрясающая стрельба стрельба с дигглов была просто отвечали ван тапами по своим оппонентам отлично сыграно в итоге бай раунд стоит с другой стороны по деньгам и видим что не все так гладко у астериан хоть и пачка была поставлена но закупиться не на фулл бабки смогли а для нордов это и ключевой раунд проигрывается раунд снова экономический хаузер как же есть сентрю на выходе шарта хаузер там на халты я подошел рубином так подождите размен также происходит и нет это не был размен это просто у нас резко перескочила камера это был великолепный минус по бернардусу клэш попытался шарта тут настрелять хаузерка но тот не поставил голову соответственно на минус он дать не может либо тренировал он только убийство в голову они в туловище нету тела нету дела с другой стороны холодят на шарте другой у нас работать на хайвэе никого находит а нет подождите нашел свой минус в меду на дверях и отлично сыграно в итоге 42 ситуация в принципе два игрока у нас находятся на планете которые готовы встречать своих вражил и именно это делает хаузерк закрывает клэш один единственный нынина который ждет потенциального выхода с различных позиций но вроде пока никто его не пушит под фул контролем у него по большей степени мид но шарта он не боится поджима что очень странно может быть кто-нибудь да запушил бы шорта он так уверенно чекал поджима что даже не обращал внимание на шарту тоги флешка залетает и соответственно под эту флешку кроман великолепно закрывает мина пятый раунд для обороны и не уж что экономически да не уж что будет это у нас все-таки экономический но не фул лик играется покупается арморы покупается зиглы и такой знаете легкий байда 2 кс-ов и в принципе это два и супер разумный стоило обязательно его разыграть почему бы и нет тэнский пока не попадается в п но ответ на скалу то так же клейс не дает свой дэмэдж из-за чего ребята просто разменялись любезностями в виде присутствия на перестрелке снайперской дуэль пока никто не выиграл но там еще есть халтер который не вступал в эту дуэль он то мне кажется может под рассказать как нужно стрелять с этого девайса ну да оправдал полностью мои слова данный игрок уже дал свой минус на шарте великолепно сыграно вот вам я в п итоге есть выход хэнский у нас почему-то не сыграл но на второй выстрел все-таки среагировал а точнее на второй выход можно было и на первый выстрел среагировать дать прострел смог почему бы и нет один-то минус там точно нашел бы потому что два игрока стояли на двух разных точках и один как раз под его прицелом увидел ножку тэнский горит покажи мне еще раз свою ножку на отходе пытался отойти но халтер у нас время на халпе сработал клэш один единственный остается в миду идет у них перестрелка срубина но естественно скаут послабее м очки будет хотя другой стороны в голову попади может быть и все пошло по-другому бы еще бы один девайс выбил бы это было бы немаловажно тем временем 10 раундов позади и фулбай стоит с другой стороны в очередной раз будет 6-4 счета в пользу игроков команды защиты имеется хаешки молики раскидки боже кстати 5 моликов было у защиты на самом деле вот почему 600 голды стоит молик у кт это же слишком дорого я вот немного я долго думал над этим вопросом почему он такой дорогой типа профит от него на большинстве карт нету и покупать его так дорого вообще не хочется вроде как он и нужен да но с другой стороны покупать его не хочется возможно валю его сделают подешевле и закаты станет играть повеселее его хотя бы обузить начнут учитывая что с экономикой проблема и так и покупать лишний раз молик на что-то вообще не хочется без него играть тоже как-то немножко грустновато но не суть важно минута времени у нас уже позади и остается минуту до выхода на плент и установки пачки или потенциального минус 5 на карте тем времени концентрирует вроде как свои силы игроки команды атаки под шортом и вроде как выход а планируется хотя пачка у нас сидит в нижней темке и ждет потенциального вектора атаки да все принимается решение выйти по до видимо и перетяжку вот еще одного игрока который устраивал space на б-планте и неужто не будет перетягиваться рубина у нас вот а в итоге залетает молик хаузер готов встречает но попадает молик смог и реализации конечно тут будет от него мертвый от подождите минус раздает в итоге рубина великолепно сыгран на халпе сыграл и прикрыл своего снайпера команды что немаловажно так тэнске тем временем по хп проседает ха неудачную флешку поймал здесь халзерк но остается здесь на один единственной блэки который сидит в сайте и соответственно на халпы мужа подходит здесь бернардус не прячется за машину что очень странно ждет потенциального выхода в смака но не тут табела ребята здесь в грядочку просто отлетают от блэки да что же происходит то один в один и это у нас минус 3 великолепная игра от игрока команды атаки остерен про а в свою очередь это было нас блэки который с из грешечки положил двух игроков в грядочку и третьего оформил под смачок отличная игра в итоге вынужденный хотел я сказать что экономический раунд то нету на видно по деньгам все хорошо но мы видим что закупаются всего два игрока и этом возможно как стать такая стратегия в целом почему бы и нет так подождите кроман дает уже минус хорошо 4 4 ситуация но не удается запикать клей захотек тайминг очень хороший поймал продолжается выход на бэну подождите кроман минус 1 минус 2 да что творит этот звереныш просто нереально два выстрела сдегла плюс еще с мака заформил здесь игрока и меньшинство серьезно а в атаке то нету калаша никакого есть только выпейска у а тут уже ребята готовы принимать не на ух по на выпад представляется танцки умирает и станет один единственный бернарду со своим скаутом который уже получает очень много дэмэджа остается 20 скилз поинтов информации по нему есть пачка под контролем на префаре тут пытался выйти кого-то закрыть забирается в п но минусы не будет потому что здесь удачный тайминг ловит для себя хари и соответственно седьмой раунд в копилочку для своей команды приносит второй раунд на диглах выигрывается на ровном месте я не знаю как делают народа винты может быть вам стоит просто все игры на диглах играть ну типа смысл вам а девайсов если вы и так играете хорошо на пистолетах тем временем 7 5 на экранах 13 раунд наступил минута 40 до того чтобы показать что-то нам на карте тэнский пытается уйти более своего позицию есть минус 1 спрячется за боксом есть второй выход на благо халпа отруби но не заставила себя ждать и тем временем минус 3 отруби но один килл от хелза и один один оттенский великолепно сыграно 8 5 но первую половину как минимум народа винда выиграли чем мы их наверное все таки можем поздравить потому что до окончания остается два раунда этот следующий но до окончания первой половины любом случае только первой половины подойдет консоль а возможно уже во второй половине будет что-то по интереснее блэки пушит он на смит пока что в дверях его уже ожидает круман дает легкий минус и забирает его естественно девайс пока что идут прострелы вроде как выходить не хочется но очень хочется забрать его девайс конечно не попадает думать же погрома но немножко залетает кстати немного 39 процентов здоровья из него убиваются что не есть хорошо откидывает он флешку понимаешь девайса могут никто просто так не даст забрать и проще сыграть девайсом со своим чем умереть и и поставить свою команду и на самом деле логика в этом есть у неплохо кстати тэнски закрывают смог клэш не знаю на седьмом чувстве просто закрывает так но круман дает все-таки предсмертный минус хоть и был белым и на самом деле ситуация пока что в пользу норда винов потому что по хелс поинтам у них все хорошо также у них имеется два молика которые не дадут поставить пачку потенциально и еще минус нашел свою хелси который уже заходил в спину и тут на самом деле серьезные проблемы вот таки фейк установки пачки по молекам есть еще один молик поэтому можно будет его на всякий случай накинуть но этот молик у нас у рубин а где у нас рубина 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 не важно где рубина потому что харри дает свой минус остается один если на клэш которого также закрывают и угадайте что правильно девятый раунд для игроков команды обороны в итоге три раунда взяли потом отдали 4 раунда стрейк потом снова у них серии из трех раундов один проиграли снова серии из трех раундов ну и по логике наверное все таки должны один сейчас проиграть но это если чисто отталкиваться от какой-то плюс-минус математики есть уже серия разменов в итоге большинство от нордовиндов клэш попытка наверное кого-то начекать на на самом деле не лучшее решение выходить туда подождите тут агрессивный решил сыграть блэк и пытался пикнуть под сумок со скаута но почему-то не решили простреливать орда вида хотя можно было и под наказать агрессивно играет кроме он уже прожимает булочку и выходит ну что да на т но тем временем кроме находит минус по блэке отлично сыграно не зря запушил закидывается флешечка также у нас на мид есть выход под флешку но сам флешку поймал но и дает все-таки минус последним патроном добивая здесь игрока одного игрока второго и приносит 10 раунд для своей команды возвращаемся мы в игру закончил у нас первая половина в пользу игроков команды нордовинд сделали не то уверена хотя в один момент показала что вроде как попахивает небольшим камбэком тем временем встречи в миду есть серия разменов и пока что по разменам наступает паритет по количеству игроков на карте не на наш рта пока никого не получается закрыть работает он сам в темке в итоге есть выход у нас под аплэнк лейс попытка дать минус и минус 2 уже оформляет но благо хелдер у нас великолепно просто работает также дает ответных минус 20 спа на чеки в эту нас кт находит здесь игрока и на самом деле вставляет ему девять хиллспойнтов ну можно спокойно закрыть есть конечно не залетел бы какой-то рандом но рандом не залетел плюс-минус еще был армор так что убить его было сложно и соответственно первый точнее извините второй пистолетный раунд на этой карте забираются игроками команды нордовинд но пистолеточка поставлена как минимум пистолеточка поставлена этой команды что на самом деле не так уж и плохо если команда заморачивается за то чтобы играть пистолетки пытаться ключевые раунды забирать на этом то на самом деле бывает очень помогает тем временем бернер великолепная игра хороший прием котенки в итоге так не доиграл здесь клэш подвела его стрельба но любом случае робина не так много здоровья воу 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 клейс остановите этого парня он еще один минус дает за дигла на что же ты делаешь в итоге нордовинды ключевой раунд на самом деле для себя по укреплению экономики шаги того что проиграть хари пытался начекать кого-то в спине но на самом деле тайминг неудачный поймал так есть выход но нет вовремя развернулся дал минус по нина и это у нас целом все неплохо уже становится по защите по выбиванию что у нас только два дигла нет никакого раскида рубин уставить закрытую плент но тем временем есть выход есть минус 1 есть минус 2 нет минус 2 пока не следует вот таки сейчас он подъезжает но тем временем блэйке все-таки удалось забрать еще одного игрока команды нордовинт а тем самым он выбивает девайс ломает какой-то степень экономику игрокам команды атаки что довольно таки неплохо по бонусам на старе он получает 2900 бонусов за то что проиграли раунд это первый их бай закатая посмотрим как они проведут но если в целом взглянуть на их байт с одной стороны может показаться слабоватым но не тут то было ноги не дать недооценивают очень сильно девайс как mp который очень хорошо работает где-то в упоре на поджиме великолепный просто девайс одним зажимом можно зафармить двух игроков и на самом деле постребли по стрельбе он сыграет намного лучше чем какой-нибудь даже тот же калаш или м к но да ладно минус 2 уже от нордов подъезжают в итоге 5 в 3 ситуация по оставшим девайсом у нас кольт м очка и мпшка имеется есть арморы какие-то в итоге бернардов минус раз минус 2 они ныше минус 3 доходит для своей команды и теперь меньшинство от нордов как вы можете 53 закидывает раунд ребята вы что вообще делаете как вы это делаете нужно выигрывать раунд это был легкий раунд для вас собираетесь пятером на шорт и выходите под раскид решили придумать америка рубина конечно пытается дать минус и уравнять шансы по количеству игроков на карте но благо ему удается это сделать попадает все-таки в голову молик можно будет также поставить сейчас но клэш уже шортад готов пушить закидывает молик и возможно не даст поставить пачку в итоге есть выход от бернандуса благо рубина не подвела стрельба минус 3 оформляет еще в реке почти сгора красивый бараунд было бы если бы суициднулся бы в молике быстрые игры какие-то у нас сегодня происходят на самом деле одна там игра была со счетом 16 9 2 игра там по-моему со счетом 16 6 или 16 5 16 7 было извините и сейчас мы в шаге от того чтобы игра закончилась плюс минус таким же счетом в итоге к арифа с пушу скрывает он в либо тут был всего один напорник также появляется информация по счетному игроку который где-то в районе мидла у нас тусуется на кайвэй не на умирает здесь холдер вот от кого я не ожидал смерти так это точно от этого игрока потому что он настолько стабильно играет и надежно он сделал 18 убийств на этой карте и всего у него один смертей халповал своей командой вытаскивал сумасшедшие раунды но это было конечно заобороту но все же три в два ситуация по клайзу на окне имеется инфа также удается клэшу дать минус сг и убивает он рубин остаются тэнский кромен даст им что-то сделать так лейс выходит и подставляется но скорее это будет сейф от клэшу на next round но в целом четырнадцатый раунд для нордовиднов и 19 раунд по карте так сказать для них в итоге удается еще забрать одного игрока с собой что довольно таки неплохо девайза сейвлен есть армор можно докупить какого-то раскида или вообще сделать дропа что в принципе и делается у нас сейчас отдается сг у нас блэк и сам себе забирает он м очку паузу не ставит оборона думает что в принципе она тут и не нужна но не знаю как по мне если что-то не идет лучше наверно поставить паузу подумать что вас идет не так и уже отыграть от этого тэнский пока не находит свой минус хотя слишком поздно среагировала была неплохая возможность на дома же здесь хотя бы бернардуса в итоге бернардус воу-воу-воу полегче минус 2 оформляет смог отлично сыграно пачка еще под контролем в итоге так просто пачку это не отдадут пытается в ответ настрелять но все-таки хари удается забрать бамбу и можно уже разыграть этот раунд но я думаю стереон про не такие простые ребята и 5-3 ситуации не явно не отдадут в команде нордовидом хотя норда уже давали такой раунд практически благо там рубин у справился и затащил его как ни крути но все же перетягиваться ребята по длину но их там уже в упоре ждет блэк и в итоге есть выход на при файре минус раз но второй минус дать не смог дается фул информации что это будет выход через длину остается 50 секунд времени и на самом деле сложно придумать что-то в этом раунде даст 2 не такая карта где можно сделать какую-то быструю перетяжку от террористов то есть здесь все-таки больше времени тратится нежели там на каком-то инферно да где-то там где-то может через мид пройти где-то можешь там пробежать через в целом карты с одной стороны наверное будет как-то по передвижениям попроще все-таки здесь даст 2 это такая наверное по большей степени большая карта для какого-то на какой-то своей капеллы то есть кто хочет поиграть показать свою стрельбу показать свой скилл целом я думаю даст 2 это та самая карта тем более за атаку да ты там выходишь на ноге то минус тут минус ну чисто тренировка стрельбы очень много открытых зон также длина я присутствует да где ты можно дистанции постреляться и на самом деле это прикольно ты именно для таких ребят другой стороны кто-то на инферно соло тащит раунды и вообще не команда особо не нужна атом 1 в 5 выигрывает и никаких проблем не испытывает но тем временем 6 раунд забирают для себя астериян про вынуждают народа винтов у нас сыграть экономический раунд даже не стали делать бай до 2000 просто купили какие-то банальные пистолетики себе и полетели воевать не на не попадает первым выстрелом за что его и наказывают есть выход у нас через шорт итоге в голову да что ж вы делаете это норды очередные раунды на пистолетах пытаетесь взять так как вы это делаете против девайсов астериян про играет просто великолепно на пистолетах народа винды просто не контрят судя по всему и на самом деле это пока что не подтверждает это уже третий или четвертый раунд когда норды почти выигрывают на пистолетах в итоге есть еще минуса так попытка оттенским было закрыть настояться один единственный клейс который просто на ноге побежит и естественно будет дефицит боится у нас нычки на самом деле справедливая боязнь так круман попытка 1 попытка 2 последним патроном круман добирает своего оппонента и норды выигрывают этот раунд девайс засейвить не удалось пачка взорвалась но в целом на тоненького было сыграно будь информация какая-то у игрока команды защиты он мог спокойно смог дефицит сделать и я не знаю кстати проблему почему он не стал этого делать у него были все шансы на реализацию этого момента испугался он какой-то нычки но даже нычки бы я думаю было бы недостаточно учитывая то что у него были киты на руках в итоге 15 6 и по баю это все слабо есть конечно 3d glass арморами с раскидками двемки также на руках новых и зерк уже дает энтри убивая бернардуса нужно что-то придумывать укрепляется кстати а пленте временем два игрока на длине один готов встречать выход с шорта работает причем но в упоре но не подставляется игроки на из команды нордовинд играть супер халдова но может подставиться тут не на причем он играет с диглом так близко может и ошибиться залетает молик выгоняет его из этой позиции время хари дает минус по клейзу меньшинство а то стереон и остается у нас один единственный на длине под а это не на который попытается показать свой мастерский пост мастерскую точнее стрельбу с дигла но так как он не попадает вынужден занимать более защитную позицию и остается всего у нас два игрока это клэш и не на у которых шансов то на самом деле на взятие того раунду супер минимальный из-за чего норды забирают для себя эту карту